Мы говорим, что порядок службы в современной синагоге и, допустим, домашние служения, такие как субботние служения, праздничные служения, пасхальный седр, они что, повторяют в какой-то мере те служения, которые происходили в храме. Что же происходило в храме? Во время службы мусав, обычно в синагоге кантор читает слух порядок службы первосвященников в храме в Йом-Кипур. Потому что мы не можем это сделать сейчас, да? Но евреи говорят, что если ты изучаешь это, то это все равно, как если бы ты сам сделал своими руками. Ну, я думаю, что прочитать инструкцию и принять таблетку, это немножко разные вещи, правда? Но, по крайней мере, да, в молитве мусав кантор читает слух порядок службы первосвященников в храме Йом-Кипур. Первосвященника очень интересна была служба. Он начинал службу в храме еще до восхода солнца и завершал с закрытием ворот храма в конце дня. От этой службы зависело искупление всего еврейского народа. Как сказано, и совершит он искупление за себя и за свой дом и за весь Израиль. Это в книге Ваекра, Левит, 16 главе. Во время этой службы каждый видел, что Всевышний полностью прощает грехи еврейского народа. Почему каждый мог реально в этом убедиться? Вот сейчас, ну, мы молим, но мы не знаем, Бог отвечает или не отвечает, допустим, да? Если кто-то встает, пророк говорит, да, так, так. Ну, я говорю, в синагоге, да? Правда? Ну, люди молятся и никакого ответа. Но тогда в храме реально на сто процентов каждый видел, что Бог прощает все грехи. Почему? Видите, правильно, ленточка, да. Первосвященник повязывал красную ленточку на рога козла отпущения, а другую на шее козла приносила искупительную жертву хатат, чтобы не спутать их с другими козлами, приносимую жертву в этот день. Потом первую ленточку, первую ленточку, которая завязывали на каком козле отпущение, разрезали надвое. Одна часть ее оставалась на рогах козла, а другую привязывали на видном месте ухода в храм. В те годы, когда Всевышний прощал грехи еврейского народа и принимал жертву, обе части разрезанной ленты становились белыми, как снег. И весь народ видел это, и сердца людей исполнялись радостью. И это стопроцентное свидетельство. Но самое интересное, и это описывается в Талмуде, в Талмуде полностью описывается весь порядок действий в храме для того, чтобы можно было восстановить это. Сказано, что после 30-го года, после определенного года, 40 лет до разрешения храма, а мы знаем, что произошло за 40 лет до разрешения храма, да? Вот за 40 лет до разрешения храма ленточка перестала менять свой цвет. Интересно, да? Вот. Ну, ортодоксальные евреи это объясняют тем, что грехи наши слишком были велики, да? Но ведь само служение это для того, чтобы искупить грехи народа. Правда? То есть, почему? Потому что эта жертва уже не нужна была. Ишуа уже за все заплатил. И это стало просто с этого дня, это стало все традицией. Поэтому я вас очень просил прочитать то служение, которое на Йом-Кипур сделал Ишуа, да? Помните? Послание к евреям. Он один раз, да? Принес жертву, вошел в святилище, кровью своей. Поэтому уже больше не нужна была эта жертва. Какова еще была служба сверхсвященника? Все храмы его работы в этот день, начиная с утреннего жертвоприношения, а по мнению некоторых, даже с ночной уборки пепла и кончайное зажигание свечей в сумерках, совершал сам первосвященник. А остальным священникам оставались лишь самые малозначительные работы. Всю ночь, не смыкая глаз, первосвященник иногда вместе с другими мудрецами изучал Тору. Это продолжалось вплоть до времени, когда нужно было приступить к утреннему жертвоприношению. В течение всего дня, более 12 часов подряд, люди, пришедшие в храм, стояли с трепетом, наблюдали за службой в храме и жертвоприношения. Первосвященник приносил в Йом-Кипур 15 жертв, не считая козла отпущения. Двух быков, двух баранов, двух козлов и девять ягнят. Двух ягнят, как в обычный день, одного утром, другого вечером. Быка, барана и семь ягнят, мусав, как у Рошашана. Другого быка, барана, чтобы искупить грехи первосвященника и других священников их семьи. И еще одного барана и козла, чтобы искупить грехи народа. Причем первосвященник сам резал этих животных, собирал их кровь, воскурял предписываемые законом части на жертвенники, совершал возлияние и другие необходимые действия. Представьте себе, это очень тяжелая работа, 12 часов подряд. Подряд. Перед этим он ночь не спал. Он молился и изучал все, чтобы было в точности сделано. Первосвященник менял одежду пять раз в течение этого дня. Всякий раз перед этим он окунался в микву. Что такое микво? Это был сосуд, вообще микво-водоем, да? Это был сосуд, который был в храме. Сейчас в каждой синагоге строится микво, да? Микво строится с таким расчетом, чтобы погружение было абсолютно полное. Если женщине, например, заплетена туго коса, она должна ее расплести, чтобы ни одного сухого волоса не оставалось. Погружение полное. Погружение это символизирует очищение, да? И что? И покаяние. И когда, видите, Иоанн Креститель часто показывает такую картину. Иоанн Креститель стоит с крестом. Видели такое? Во-первых, непонятно, откуда крест там взялся. Потому что смерть свою Ешева предсказал своим ученикам. И Иоанн Креститель, я не думаю, чтобы об этом заранее знал. Правда? И вот он крестит. У нас даже в русском языке слово крестить происходит от слова крест, а нет слова погружать. Из-за чего возникают многие путаницы. Что же получается? В действительности же это то, что практиковали священники, да? И то же самое практиковали фарисеи. Потому что идея фарисеев была, что весь народ – это что? Царство священников. Правда? Помните, когда Иоанн Хамадбилл или Джон Баптист, да? Или Ваня Окунающий? Что же сделал он? Он созвал народ, да? И люди каялись в рехах и окунали. Пришли фарисеи. Что они ему сказали? Они не сказали, почему. Они с радостью, с радостью пошли креститься, почитайте. С радостью, с радостью они хотели это сделать. Потому что они знали, что он делал что-то, что практиковали они тоже. Представляете, гребопреломление – это вечеря Господня. Правильнее говорить – вечеря Господня. Потому что как-нибудь этот вопрос будем разбирать. Хлебопреломление – это неправильно звучит в еврейском языке. Преломлять – ломать треф, да. Теф, то есть делать что-то трефное. А вечеря Господня – это то, что практиковали тоже священники в храме. И пооружение – это то, что практиковали священники в храме и то, что практиковали фарисеи. Но Господь что сказал? Важно, с каким сердцем вы это делаете, да? Гады вы, говорят, пооружения. Ехидны, ехидны – это, говорят, змея ядовитая. Так, хорошо, девочки, давайте. Внимательно все-таки послушаем, что делал первосвященник. Вот это дело, да? Хорошо. Итак, первосвященник окунался в Мику. И дважды освящал руки и ноги в специальном золотом сосуде для омовений. Помните, мы говорим «Багухата Адонай Элагейна Мелега Алям Ашер Хишенубе Мецвата Вецивоно Аль Нитилат Ядай». Да? А где же написано, что, которое осветило на своей заповеди, заповедовал нам омывать руки? Где в Торе это написано? Нет. Но заповедь такая была для служения в храме. Правда? Вот. В Торе написано, что это заповедь для служения в храме. Итак, священник омывал руки и ноги в специальном золотом сосуде для омовений. После того, как он снимал одежду и надевал потом новую. Утром он облачался в золотой наряд, состоящий из восьми одеяний. Поправлял свечи, приносил утреннюю жертву, воскурял утренние воскурения и приносил жертву на жертвенники. Потом он надевал белую одежду, приносил второго быка и бросал жребий, какой из козлов будет принесен жертву, а какой станет козлов отпущения. Потом он привязывал красные ленточки, как я уже рассказывал, вносил в воскурение и кровь жертвенных животных в святая святых. Интересно, что в святая святых он никогда не входил в золотой одежде. Для народа он представлялся как царь, в золотой одежде. Он представлял Бога для народа, царских таких красивых всяких вот этих одежд. Но в святой святых он ходил только в белых льняных одеждах. Мы можем войти только в белых одеждах. Мы не можем привести свою святость, мы не можем принести свое золото в присутствие Божье. Правда? Наше золото – ничто. Поэтому святая святых не входит в золотой одежде. Первый священник ходил туда только в простых белых одеждах. Выйдя из святая святых, он снова переодевался в золотые одежды и приносил жертву козла и двух баранов. Потом он опять одевал белую одежду, ходил в святая святых, чтобы вынести оттуда предметы, которые он принес туда утром. Одну и ту же белую одежду, видите, он два раза входил в святую святых в белой одежде, но одну и ту же белую одежду запрещено было использовать дважды. Поэтому священник надевал каждый раз новый белый наряд. И хотя в нем не было ни одной золотой нити, этот наряд стоил три тысячи динаров. Три тысячи рабочих дней. Три тысячи трудодней. Три тысячи трудодней. Один белый наряд. Один белый наряд. Стоил. Три тысячи трудодней, да. Дальше. Это одежда священника из чистого льна, особого, особого дорогого льна. После этого он снова надевал золотые одежды, приносил ежедневно вечернюю жертву, и совершал воскурение, и поправлял свечи. Затем он снимал их и надевал свою обычную одежду. То есть, всего он менял одежду пять раз. Пять раз окунался в мигу, и десять раз освящал руки и ноги в золотом сосуде. Первосвященник исповедовался в Йом-Кипур трижды. Дважды возлагая руки на голову быка, который должен был искупить его грехи, грехи его семьи и грехи других священников. И в третий раз он возлагал руки на голову козла отпущения, исповедуя за весь народ Израиля. И отпуская его грехи. Первосвященник десять раз произносил в этот день имя Всевышнего. Вы знаете, в еврейской традиции, Ашем, святое имя Всевышнего, не произносится. Он десять раз произносил в этот день имя Всевышнего. Десять – это число чего? Миньян, да. Десять – это число общины. Десять – это число общины. Хорошо. Дальше. По три раза на каждой исповеди, а затем, когда бросал жребий, и говорил, жрец его козла. Это жертва Господу. И люди, находившиеся в храме, слышали грозное имя Всевышнего, и падали ниц, и отвечали, благословенно, слава царства его во веки веков. Помните? Как это? Барух, шам, кэ, вот, ла-лям, поэт. Первосвященник ходил в этот день святая святых. Четыре раза, принося туда воскурение, принося туда кровь жертвенного быка, принося туда кровь жертвенного козла, и, наконец, вынося принесенные утром предметы. Видите? Первый раз, например, три раза в одной одежде, и последний раз в другой одежде. Тора учит, человек, да не войдет он в святая святых. Это относится и к первосвященнику. Однако, когда он входил туда, он был не человеком, а ангелом. Так говорят евреи в комментарии книги «Ваекра раба». Поэтому он молился сам за земные нужды еврейского народа. Но почему он стал ангелом? Ангел – это послание, да? Он был ангелом, он был представителем. Он не был ангелом с крылышкой. Он был уже очистен от грехов, от своих грехов, да? От грехов своей семьи, от грехов своего народа. То есть он был абсолютно чист перед Господом. Так и Ишуа Мессия, да? Принес жертву за грех всего мира. И вошел со своей кровью. Ишуа Мессия приносил грех за свой грех жертву? Нет. Хорошо. Первосвященник произнесил в Йом-Кефур две молитвы. Одну короткую и одну длинную. Первый раз у святая святых он молил Всевышнего, у самой завесы отделявшей святая святых от остальных частей храма. О дожде, об урожае и о продолжении царствования династии царя Давида. Эта молитва должна была быть короткой, так как народ хотел видеть первосвященника, вышедшего из святая святых, целым и невредимым. Вторую молитву он произнесил перед тем, как в последний раз войти в святая святых. В то время, как читали и объясняли народу главу Ахарей Мот, первосвященник открывал свиток Торы на главе Эмор, это главы, которые считаются традиционно в синагогах, и читал в ней отрывок, посвященный Йом-Кефуру. Затем он показывал свиток Торы, собравшись, говорит, здесь написано больше, чем я вам прочитал. И читал наизусть отрывок из главы Пенхаз, посвященный Йом-Кефуру, чтобы собравшись и не ждали, пока он еще раз вернет свиток и откроет на нем новом месте. После этого он произносил восемь благословений о Торе, о служении Всевышнему, о нашей благодарности Всевышнему, о прощении грехов, о храме, об Израиле, о священниках, о милости и спасении. Интересно, из еврейской традиции. Служба в храме была долгая, да, видите, со всеми жертвоприношениями это все продолжалось больше 12 часов. И священники, и народ, находившиеся в Йом-Кефури, ни в чем не нуждались. Их не утомляли теснота и продолжительная служба. Наоборот, это придавало им силы. После 12-часового служения они выходили обновленными и сильными, а не утомленными. Да. Слава Господу. Еще говорят, что когда превосхождение произнесло греховное имя Всевышнего, происходило удивительное чудо. Люди, собравшись в храме, стояли рядом друг с другом в тесноте. Но когда, услышав имя Всевышнего, они падали ниц, всем находилось достаточно места на полу. Более того, они оказывались далеко друг от друга. Вот такая. Не знаю, насколько это правда, но это традиция. Очень интересно. Я вам прочитаю еще рассказ Римлянина. Это показывает, насколько серьезно священник относился к своему служению. То есть наше служение, оно еще более серьезное. Потому что если служение тем мертвым буквам было, таким грозным и таким святым, то каково же присутствие живого Бога? Незадолго до разрешения второго храма в Иерусалиме жил человек по имени Маркус, присланный из Рима. Вот что он рассказывал своим соотечественникам о почете, окружавшим первосвященников Йом-Кипур. За семь дней до самого почитаемого имя дня, которое не называется Кипур, в доме первосвященника устанавливали кресло для главы Санхедрина и Наси, для первосвященника и его помощника, и для царя. И кроме того, еще 70 серебряных кресел для членов Санхедрина. Помните, в Санхедрин ходил сверхосвященник и Наси, то есть князь. Вот был Иегудах Анаси, помните? Анаси, князь, он осуществлял священник, священническую власть, да? Анаси осуществлял власть более такая светского рода. Старейший из священников обращался к первосвященнику со следующими словами. Помни, перед кем ты сейчас предстанешь. Знай, что если ты забудешь хотя бы на секунду, то сразу умрешь, и грехи Израиля не будут искуплены. Весь народ смотрит на тебя. Задумайся, не числится ли за тобой хотя бы самый грех, малый грех? Молилась ли ты, значит, из демона? И не упомнила ли греха какого? Да? То же самое говорили сверхосвященнику. Есть ли у тебя хотя бы самый малый грех? Вспомни. Ведь есть грехи, перевешивающие множество заповедей, и никто, кроме Всевышнего, не может взвесить наши грехи и заслуги. Обследуй своих братьев-священников и очисть их, ведь ты представишь перед лицом Всевышнего. Священники рассказывали мне, это пишет Римменин, что обычно первосвященник не мог добраться до дома раньше полуночи. После целого дня поста люди, не возвращаясь домой, не поцеловав руки первосвященника. То есть, после вот этого служения, которое продолжалось в 12 часов, еще до самой полуночи священник оставался в храме. Люди целовали ему руки, вот представляете? Ночь он постился, целый день служил в храме до 12 ночи. Он находился там. И поцеловал руку первосвященника. На следующий день, все традиции православные и ортодоксальные, вы видите, там вам уже говорил Генжастер, да? Они имеют корни в традициях еврейских. На следующий день первосвященник устраивал пышную трапезу для всех своих родных и друзей в честь того, что он благополучно завершил службу в храме и вышел в живых из святая святых. Как он радовался, можете себе представить. После этого он заказывал у ювелира золотую табличку с надписью «Я такой-то первый священник, служил Творцу в святом храме в таком-то году от сотворения мира. Тот, что удостоил меня чести, да удостоит он моих сыновей чести служить ему после меня». Вот такой интересный рассказ. А где она ведь стерва? Ну, это у него лично, лично его золотая табличка, как диплом вешал на стенку. Хорошо. О послании к евреям я вас сейчас говорить не буду. Я считаю, что каждый из нас должен обязательно прочесть это. И для нас это очень важно. Дети, сыновья священников, вы помните, да, семья Садока служила, да, семья Илея была, несла на себя проклятие. Помните? Дети Илея, которые грешили. И что у них было? Они умирали в молодости, да? Умирали в молодости. Хорошо. Очень интересный обычай, который от всего этого остался, как называется? Капорот. Интересно, что обычно считается, что молитва – это достаточно для прощения грехов. Но именно в Йом-Кипур евреи совершают такое интересное действие. Берут петуха или курицу, да, и вращают над головой. Беременная женщина должна и петуха, и курицу повращать, потому что неизвестно, кто у него будет, мальчик или девочка. Живого. Накануне Йом-Кипура принято совершать обряд Капорот. Если по каким-то причинам делать Капорот в этот день невозможно, их делать на день раньше. Каждый мужчина приобретает живого петуха, каждая женщина – курицу. Желательно, чтобы эти птицы были белыми. Скажите, а приносились птицы в жертву храма? Да. Тот, кто не мог купить борода. Вот, я думаю, что борода трудно или козла вращать над головой, курица немножко легче. Правда? Хорошо. А почему голубей приносили в храме? Потому что голубь – это единственное животное, то есть птица, которая не ест мясной пищей. У нее даже нет желчи для переработки. Она ест только зерно. Только зерно, да. Ну, зелень, зерно, только растительную пищу. Тут сейчас пишут у нас. Давайте мы чуть попозже запишем эти вопросы в трех экземплях. Исповедует так. Если грехи ваши красны, как пурпур, они станут белыми. Если невозможно достать петуха, можно приобрести для этой цели гуся, как говорил Паниковский. Или других кошерных птиц. Думаете, для чего Паниковский брал гуся, чтобы свои грехи исповедовать? Да я у киперка, пожалуйста, сделать. Но запрещается использовать голубей, потому что в храме голуби приносили жертву. А мы не должны все-таки заменять службу храма. Очень интересно дальше говорится. Когда вращают над головой, говорят, это моя замена, мой заместитель, мое искупление. Этот петух умрет, а мне предстоит долгая, добрая и мирная жизнь. И эти слова произносятся трижды. Ну, там как вращать. Держать надо правую руку, чтобы возложить правую руку на жертву. Это я подробностей не буду говорить. Ну, естественно, мы, мессианские евреи, таких слов произнести не можем. Мы знаем, кто за нас жертвой был. Но мы можем сказать, вот смотрите. Нет, не существует прощения грехов без пролития крови. Правда? И вот это очень важно нам показать. Что все наши молитвы, они ничто, если не пролита за нас кровь. Но я вам скажу, что эта кровь, которая проливается, режет петуха или курицу. Она, естественно, ничего не дает. Потому что это прямое нарушение повеления Господня, что жертва должна приноситься где? В храме. Правда? Слава Господу нашему. Но вот это вы отметьте, что евреям 10.14 он одним приношением навсегда сделал совершенными, освящаемых. Поэтому мы не должны соблюдать этот обряд. Но знание обряда Капород помогает нам объяснить еврею абсолютную необходимость заместительной жертвы. Итак, согласно евреям 10.14, если я говорю, значит, она записывает подробно. Он одним, кто он? Ишуа, да? Одним приношением навсегда сделал совершенными, освящаемых. Поэтому мы не должны соблюдать этот обряд. Но что? Знание обряда Капород помогает нам объяснить идею чего? Абсолютную необходимость заместительной жертвы. Хорошо. Теперь как это практически делается все. Накануне Йом Хипура. Так как мы должны поститься, то прежде чем поститься, что надо сделать? Хорошенько покушать. Да? Это называется Сеудат Мавсекет. Сеуда – это трапеза, то, что мы едим. Сеуда. Сеуда. Приспособление, которое идут к Сеуде, называется посуда. Правда? Русское слово «посуда» происходит от еврейского слова Сеуда. Сеудат. Здесь еще переходит ГФТ. Мавсекет. 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 Мавсекет – это перерыв. Перерываться. Вот. Вам еще Дан Жестер говорил другое. Хувши. Кофеш. Отпуск. Это тоже для перерыва. Сеудат Мавсекет. То есть прерывающая трапеза. Надо хорошо, плотно покушать. Что покушать, там у меня есть, кого интересует. Дальше. Что нужно сделать? Мику окануться. Миква. Миква – это водоем, да? Перед емкипуром. Перед емкипуром. Я говорил. Хорошо покушать и помыться, да? Окунуться в мику. Хорошо дать цдаку на благотворительной цели. Потому что евреи говорят, что раскаяние молитва из цдака отменяет суровый приговор. Дальше. Некоторые накануне емкипура имеют ночную молитву, ночное бдение. Так, как это было с первосвященником. Правда? Дальше. Тони совершил раскаяние данных за год обетов накануне Рошашана. Присутствие Беддина накануне емкипура делал это. Сейчас это называется, как молитва? Коль не дрей. Коль не дрей. Коль не дрей. Все обещания. Бли нэдер. Есть такое выражение. Бли нэдер. Без обещания. Я это вам сделаю. Бли нэдер. Бли без. Можете записывать. Нэдер. Обещания. Коль не дрей. То есть все свои обеты, обещания, которые я давал в течение года, я объявляю недействительные. Правда? Хорошо. Еще что важно. Белая одежда. На емкипур отзывает белую одежду. Как она называется? Киту или китель. Помните, какая была форма у офицеров русской армии в 19 веке? Белая, да? Было только после 1905 года, после русско-японской войны, была введена одежда цвета хаки. Вот это было белое. Белый китель, да? Китель. Вот это та самая белая одежда праведности. Здесь шва, поэтому некоторый китель, некоторый китл произносит. Белая одежда. Называется китл. Обычно это в виде такого халата. Вот если вы, может, на емкипурсе дороги, там очень много медицинских халатах. Как будто это собрание медиков. Правда? То есть она одевается поверх одежды. Что делается еще? Зажигаются свечи. Зажигаются свечи. Зажигаются свечи. Как мы обычно делаем и перед другими праздниками. Первая из молитв, которая читается в синагоге, называется молитва зака. Помните? Господь, он на ке, вело на ке. Очищающий, не очищающий. Значит, молитва зака. Это первая молитва. Колонидрея вторая. Зака. Молитва зака. Чистая. Чистая молитва. Ее составил автор книги Хайей Адам. Хайей Адам переводится «Жизнь человека». Автор неизвестен. Это было в средние века. Что интересно, что эта молитва посвящена принятию поста и необходимости раскаяния. И самое главное, она приносит взаимное прощение всем, кто нанес ущерб другим людям. Вот слова этой молитвы. Из нее. Это не вся. Поскольку я знаю, что на земле почти нет праведника, который никогда не согрешили против ближнего своего, нанеся ущерб его достоянию или ему самому делом или словом, скорбит мое сердце. Ведь грех, совершенный человеком против ближнего, не искупается в емкий пур, пока он не простит его. Поэтому разбито мое сердце и содрогается кости моей. Ведь в таком случае даже день смерти не приносит искупления. Поэтому я молю тебя, сжалься надо мной и даруй мне благоволение, милость и милосердие, твое и человеческое. Я же прощаю полным прощением всех, кто согрешил против меня, против моего достояния или против меня самого, или рассказывал обо мне дурное и даже злословил. Прощаю всех, кто нанес ущерб мне или моему достоянию. Прощаю полным прощением все поступки одного человека против другого, и да не будет ни один человек наказан из-за меня. И подобно тому, как я прощаю всем без исключения, даруй и мне благоволение в глазах всех людей, дабы они простили меня полным прощением. Хорошая молитва? Да. Очень хорошая. Она нам очень годится. Смотрите, если я пришел к жертвеннику, да, и я не простил, и я не прощен, то моя жертва не засчитывается, да? И это в Новом Завете Ишуа подтверждает. Потому что грехи перед Богом Бог, конечно, прощает. Перед человеком я обязательно должен просить прощения. Но, если я простил другого, помните, Ишуа как сказал, ты должен быть, если тебе простили грехи, ты должен простить другого, иначе тебя дадут истязатели, да? То есть я, в свою очередь, зная, что я нуждаюсь в прощении грехов, вот, прощаю всех людей и прошу простить меня. Очень хорошая молитва. Следующая молитва – «Коль не дрей». Все обеты. Вы знаете, евреи, во-первых, много часто давали обещаний ненужных. Там, где сказано, не произнести имя Бога ложный, еще можно перевести другой перевод – «не клянись ложным». И тот и тот перевод, правильно, не произнеси имя Господа Суи – «не клянись ложным». Но часто клянись, вы помните, такой свой случай был, когда один человек поклялся, что принесет жертву, первое, что выйдет ему навстречу. Да, и принес жертву собственную дочь. Да, он не знал Тору, он не знал Тору, потому что, если не ошибаюсь, в Левит 5 главе там конкретно сказано, что должен делать человек, в том случае, если он дал ложное обещание. Ну, я об этом как-нибудь скажу, по-моему, Левит 5 глава. Ну, вот для этого дается такая, все свои обеты, все свои обещания, да, и объявляю недействительно. Не потому, что мы лицемеры. Кроме того, евреев часто заставляли давать такие обещания, которые они не могли исполнить. А он так и принесли уже? Это есть многие толкования этих вопросов. Я думаю, что он так и принес. Я думаю, что он так и принес. Я думаю, что, я думаю, вае личное мнение, что он так и принес. Но есть разные толкования этого вопроса. Хорошо. И интересно, что во время этой молитвы, говорится, с позволения Всевышнего и с позволения общества, с одобрением небес и с одобрением Совета Мудрецов, мы разрешаем грешникам молиться вместе с нами. То есть, грешниками имеются в виду юридики и мессианских евреев. Молитва Кольни Дрей содержит отмену всех будущих обетов, которые суждено будет дать. А по мнению некоторых заключителей из всех данных прошлого обета. Ну, вот такое, в свое роде, амнистия, да? Наши мудрецы учат. Тот, кто хочет, чтобы обеты, данные им в наступающем году, были недействительны, должен сказать у Рожа Шана. Все мои будущие обеты отменяются. И все, полное прощение всех будущих грехов, да? Но, все-таки, эта молитва очень интересная, и она очень нужна, правда? Потому что мы часто даем те обещания, которые не можем сдержать. В ней, она написана на армейском языке, в ней содержится так. Во всех обетах и запретах и клятвах и заверениях и самоограничениях и наказаниях и обещаниях, которые мы приняли на себя в форме обетов, клятвов, заверений и запретов, от одного Йом-Кипура до следующего Йом-Кипура, который принесет нам добро во всем этом, я раскаиваюсь. Все они да будут упразднены, отменены, недействительны, полностью аннулированы, утратят силу и перестанут существовать. Да не будут обеты наши обетами, запреты наши запретами и клятвы наши клятвами. Это не лицемерие. Это серьезный подход. После этого следует исповедь. Исповедь ведуй. В течение служения Йом-Кипур исповедь происходит несколько раз. Ведуй. Исповедь. Исповедь включает в себя буквально все грехи, которые может допустить человек. Ну, две тысячи лет было у Раввену, и они уже все. Перечислены они во фавитном порядке. От алиф до тауф. А потом некоторые еще читают в обратном порядке. То есть, грешны мы, Господи, перед Тобой. Мы все крали. И вся община. Мы все крали. Мы все убивали. Мы все убивали. Прелюбодействовали. Прелюбодействовали. И так далее. Но нам кажется это смешным. Нам кажется это смешным. Но с другой стороны, посмотрите. Нет такого человека, который бы не грешил. И эта молитва произносится не только от своего имени. Я убивал, крал и прелюбодействовал. Даже если я не убивал, не крал и не прелюбодействовал. Я все равно несу ответственность за весь Израиль. Помните, вот это очень важные коллективные ответственности. Вот христианство, оно такое более индивидуальное. Об этом Дэн Джастер вам говорил. Иудаизм это коллективно. Коль. Исраэль арывим зэ лазэ. То есть, все евреи ответственны друг за другом. Помните, есть принцип, я не сторож брата моему. Но как раз Тора учит, что я сторож брата моему. И если согрешил один человек. Помните, один человек там приобретал одежды. И согрешил весь Израиль. Вот поэтому каждый говорит. Мы крали, мы убивали, мы согрешали. И я думаю, что это серьезно. Правда? Я говорю, каждую молитву, мы не обязательно должны все это перечислять в алфавиатной аппаратке. Но каждую молитву, даже любой аутодоксальный еврей, он может вложить в свое сердце. И мы можем любую молитву, даже самую хорошую, произносить, витая где-то в облаках. Правда? Или только там присутствие здесь физически. Хорошо. То есть, человека подводит проступок его близнему. Вот этот принцип сформулирован в видуе во множественном числе первого лица. Начиная со слова мы. Мы это делали. Радость исповеди. Вы знаете, какая радость наступает после исповеди. Когда грехи наши прощены. Правда? Мы очищены. Наши мудрецы сказали, Йом-Кипур подобен дню, когда царские слуги убирают дворец и выносят весь мусор наружу. Когда царь выходит и видит груду мусора, он радуется, что его дворец чист. Помните, одно время было в храме очень много всякого лишнего. Они что это сделали? Сделали генеральную уборку и выклинули все в поток кедрон. То есть, все стало чисто. Это эта молитва, она именно служит такой генеральной уборке. Так, ну, еще интересно, что вообще, вы знаете, евреи молятся, можно молиться в любой пользе, да? Как вы хотите, как вы можете. Не обязательно молиться стоя. Если иногда, вот даже у меня 30 килограмм лишнего, я уже постою, некоторое время тоже это на себе чувствую. Правда? То есть, если ты молишься, а у себя все мысли только о том, чтобы удержать собственный вес, то лучше сесть, посидеть. Правда? Да, но есть молитвы, которые считаются только стоя. Амеда. Например, Амеда, это не только одна молитва, это несколько молитв. Шмана Исраэль, Амеда, стоя. Вот, дальше Шмана Исраэль, это тоже Амеда, то есть молитва произносится стоя, обязательно стоя. И были молитвы в Йом-Кипур, которые произнеслись, падая ниц. Помните, мы говорили в храме? Но дело в том, что есть заповедь, которая запрещает падать ниц на каменный пол. Почему? Потому что так делают язычники. Вот для этого синагоги специально ставились циновки, ковры и циновки. В Йом-Кипур принято стелить на полу синагоги ковры или циновки, чтобы молящиеся не простирались ниц на каменном полу. Тора запрещает падать ниц в главе Ва-Икра, 26. И камня, камень, в данном случае на ювелите, москит. Не ставьте на земле своей, чтобы простираться на нем ниц. В мнении многих заколучителей, гладкий камень, которым мастят пол, это и есть камень-москит. Последняя молитва. Последняя молитва называется Не-И-Ла. Не-И-Ла. Это что? Закрытие. Не-И-Ла. Это происходит уже, когда заход солнца. Это последние моменты, когда солнце садится, и ворота в храме закрываются. Помните, как Господь пришел? А кто-то оказался. Стучали в ворота, да? Пусти нас, Господи. И они не были допущены. Не-И-Ла. Не-И-Ла, да. Молитву читают на традиционный мотив. Ведущие молитву и все молящиеся говорят. Открой нам врата, которая запирает врата, ибо уже кончается день. Читать Не-И-Лу заканчивается с появлением на небе первых звезд. Как только наступит темнота, евреи всего мира, как один человек, говорят. Шма-Исраэль. Слушай, Израиль. Господь Бог наш. Господь един. Молитва, которая объединяет всех евреев в Израиле и в диаспоре. Завершающая ее слава повторяется семь раз. Господь Он Бог. Да? Адонай. Ашем. Господь Он Бог. Затем трубят шафар. Это знак окончания. Первое. Трубление шафар последнее. Первое. Знак окончания поста. Второе. Трубный звук шафара на исходе Йом-Кипура напоминает о жертвопродушении Ицхака. Мы еще не говорили, что в этот день разбирается жертваопродушение Ицхака. Помните, Ицхак, он был тоже прообразом Ешуа. Он смиренно шел и нес на себе дрова, на которых был сожжен. Ешуа нес на себе что? Крест, орудие своей казни, да? Шел он добровольно. То есть, есть много параллелей между жертвой Ицхака и жертвой Ешуа. Третье. Шафар напоминает нам о том, что Шехина возвращается на небеса. Как сказано, Господь поднялся в небеса под трубные звуки шафара. Вы знаете, возможно, когда Ешуа поднимался вверх, трубил шафар. Я не знаю, об этом не пишется. Но это вполне возможно. Кроме того, четвертое, он напоминает нас, что ночь после Йом-Кипура, это праздник. Как сказано в Иудраше, после завершения Йом-Кипура, с небес раздается голос, говорящий, иди и ешь в радости хлеб твой. И последнее, что говорят. Лешана хабаа верушалаем абнуя. На будущий год в восстановленном Иерусалиме. После этого читается вечерняя молитва Маоримка каждый день. Добавляются слова. Ата хонантану. Ты даровал нам. Ты даровал нам. И дома делает хавдалу, как в субботу. Благословляет вино, свет свечи, как на исходе субботы. И устраивает праздничную трапезу. Сразу же после завершения трапезы приступает к садительству суки. Следующий день после Йом-Кипура забивает первую гость. Еще я хочу вам интересно рассказать о тех отрывках, которые читает в Йом-Кипур. Йом-Кипур читает о жертвопоношении Исаака. Мы как-нибудь это разберем. И еще такая парашют Ара-Йот и Гавторат Йона. Парашют Ара-Йот – это отрывок главы Харей-Мод, читающий во время Минхи. Он содержит запреты на кровосмешение и прелюбодеяние, от которых Тора требует держаться как можно дальше. Не поступайте согласно обычаям Египта, в котором вы жили. Не поступайте согласно обычаям страны Кнаан, куда я веду вас. И не следуйте их законам. Соблюдайте мои установления и не следуйте мерзким обычаям, которые следуют тех, кто жил здесь раньше вас. И не скверняйтесь ими. А Минху в качестве Гавторы читает книгу пророка Ионы. Помните пророк Иона? Какие темы книги пророка Иона? Это только покаяние. Смотрите, интересно. Я вам хочу тоже, чтобы вы почитали пророк Иона. Вы знаете, что пророк Иона не был эгоист. Он не захотел. А вы знаете почему? Вот, если вы прощаете внимательно, есть о пророке Ионы еще упоминание в Танахе, что это был признанный пророк Израиля. Он жил во времена Яроваама II, царя Северного царства, Яроваама II. И он предсказал землетрясение, которое в действительности и произошло. Во времена Яроваама II это был рассвет Израильского царства. Так получилось. Вы помните, Израиль постоянно воевал с Иудеей. На протяжении 300 почти лет, 250 лет истории, они практически все время враждовали. Иудея несколько раз заключала договор с Сирией. Сирия находится, Иудея южнее, Израильское царство было севернее, еще севернее находится Сирия. Она и сейчас там находится. Не путайте Сирию с Ассирией. Итак, Израиль заключал с Сирией. Но в это время союзы против Иудея заключалась Сирией против Израиля. В это время как раз случилось такое интересное дело, что Ассирия, она уже практически завоевала Сирию. Ассирия находилась в севернее, Ниневе. Завоевала Сирию. Один из врагов Израиля перестал существовать. Второй враг Израиля, Иудея, она находилась в вассальной зависимости от Вавилона. Вавилон, в свою очередь, находился в вассальной зависимости от Ассирии. Но Иудея уже находилась в вассальной зависимости от Вавилона. Отношения у них были сложные. Она еще не была завоевана. То есть, второй враг царя Иераваама тоже был ликвидирован. Нависала с севера страшная ассирийская угроза. Ассирийская армия была очень грозная. И в это время происходит интересное явление. Миды, Мидийское и Персидское государства, объединяются вместе. Миды, Иудяны и Перси жили в то время между Аральским морем и Каспийским морем. Там, где сейчас Тегеран, вот это тоже юг Каспийского моря. И в это время они объединяются с государством Урарту. Урарту это что? Армения. Итак, они объединяются с целью стереть Ассирию с лица земли. Господь говорит Ионе, иди проповедуй Ассирии. Через 40 дней этот город будет уничтожен. Дословно там написано перевернут. Итак, смотрите. Иона знал, что Бог милостив и что они покаятся? Знал, он это знал с самого начала. Почему же он бежал? Именно потому, что он знал, что они покаятся. Более того, возможно, Бог давал понимание, что пройдет меньше ста лет, и Ассирия полностью уничтожит государство Израиля. Дмитрий Донской просил благословения, я не помню, у какого-то старца. Но тот даже послал ему двух богатырей, Пересвета и Асляпи. А если бы Бог сказал этому старцу, пойди в Золотую Орду, Золотая Орда покается, и еще 300 лет будет на Руси. Татарская Ига. Пошел бы он туда? Такой же ситуации и он. И он знал, что опасно бустовать против Господа. И он решил себя принести в жертву. Пусть лучше я погибну, но будет спасена моя страна. Можете рассматривать с этой точки зрения позицию Иона? Это очень интересная позиция, я вам могу это почитать. Я очень тоже хотел бы разобрать книгу Ионы, она небольшая, и очень для нас важная. Что еще интересно? Что Иона проповедовал какого? Это единственный пророк, которого Бог послал проповедовать не Израилю, а кому? Врагам Израиля, да? С целью покаяния. И помните, что случилось после этого? Они покаялись, да? Они все покаялись. Бог отложил свой суд. Далее Израиль был завоеван ассирийцами. Да. И что же, как они каялись? Как они каялись? Как евреи каялись? И постились. Вы знаете, они очень большое рвение проявили. Они даже, младенцы у них грудные постились. Даже скот у них постился. Правда? И вот интересно, что в то время, как... Как о реку. И вот в то время... Это все пишется. Все пишется на небе и на земле. Итак, в то время, когда... Что, дайте мне довести мысль до конца, до логического конца. И мы закончим. Правда? В то время, как Бог обращался к Израилю с покаянием, и Израиль не появился. Достаточно было слов Ионы. Он не говорил, покайтесь. Он просто говорил, через 40 дней город будет уничтожен. Правда? И они проявили такое рвение. И вот это говорится, что язычники должны проявить такое рвение по Господу, чтобы израильтяне, глядя на это, покаялись. Говорит об этом еще в каком-то месте. Матфея, 12 глава, 41 стих. Неневитяне восстанут на суд с родом Сим, и осудят его, ибо они покаялись от суда проповеди Иониной. И вот здесь больше Ионы. И Лука, 11, 30 стих. Ибо, как Иона был знаменем для неневитян, так будет и Сын человеческий для рода сего. И видите, наша роль даже вот тех язычников, которые в мессианском еврейском движении, своей ревностью возбудить, что? Об этом пишут в 11 главе. Что роль язычников ревностью возбудить Израиль в покаянии. Хорошо. Благословен наш Господь и Бог. Я поздравляю вас с предстоящим праздником Суки. И пусть Господь вам даст свой покров.